Молодого учителя Центра образования номер 7 можно смело назвать педагогом-первооткрывателем. Он один из тех, кто стал преподавать салдинским школьникам инженерную грамотность. Молодой специалист научно-исследовательского института машиностроения никогда бы не подумал, что будет иметь прямое отношение ко дню учителя. И педагогом становиться тоже никогда не планировал. Его всегда тянуло к другому – к космосу. Еще с детства планировалось, что я скажу свою жизнь с авиацией. Для этого я выбрал в лицее направление физика и информатика. В дальнейшем поступил в ВУЗ на аэрокосмический факультет Южноуральского государственного университета города Челябинска. Города МИАС, Нижняя Салда, Луховицы – практику молодой студент проходил на лучших предприятиях авиационной и космической отрасли. Однако именно к провинциальной Салде прикопило его сердце. Когда заканчивал обучение, стал вопрос, куда же пойти работать. Один из преподавателей, описав предыдущее направление, закончил тем, что спутники летали, летают и летать будут, поэтому работа всегда будет в Нижней Салде. Так я, получив образование, инженер по специальности ракетные двигатели, приехал в Нижнюю Салду. А с недавних пор сотрудник городообразующего предприятия передает свои знания подрастающему поколению. Помимо основной работы он преподает в Центре образования номер 7, а именно в лаборатории инновационного проектирования, которая открылась в рамках регионального проекта «Уральская инженерная школа». Напомним, что этот проект стартовал в Сиротской области в 2015 году. Согласно ему, готовить высококлассных специалистов в регионе начали еще в школе. Там создали кружки технического творчества, а студенты колледжей и техникумов получили возможность параллельно с учебой проходить практику на производстве. На первом этапе планируется научить старшеклассников проектированию и моделированию механизмов и узлов. А уже на втором этапе хотелось бы, чтобы они занимались сложными техническими расчетами. И в дальнейшем, когда поступят в технические вузы, такие дисциплины, как сопромат, детали машины, их уже не пугали. Ну, ведь все мы знаем, что стать инженером – это непросто. Сейчас учащиеся это школы в лаборатории инновационного проектирования проектируют детали в компьютере, строят по ним несложные чертежи. Если школьники захотят создать какой-либо механизм, достаточно рассчитать кинематическую систему, спроектировать детали и изготовить их на специализированном 3D-принтере. Как гласит известное высказывание, самая прибыльная инвестиция – это вложение в своих детей. Финансируя сегодня систему профобразования, в скором времени область получит квалифицированные кадры. Ведь инженеры, которые вырастут из этих детей, начнут работать на предприятиях города и региона уже через 5-7 лет. Субтитры создавал DimaTorzok